Вы, ребята, прекрасно поете. Спасибо. Я думаю, сначала мы опять начнем с Ламрима. Дальше в 9 мы сделаем вопросы. Давайте, пожалуйста, приготовьте хорошие вопросы для меня. Я люблю сложные вопросы. Они не должны быть по поводу Ламрима. Вы можете спрашивать обо всем. Например, какая самая лучшая йота? 9 часов, хорошо? Хорошо, час Ламрима. Я знаю, вы устали. А мне все равно. Если вы до сих пор еще живы, это легче изучать Ламрим с вами. Поэтому все хорошо. Я знаю, многие сейчас в джет-лэгом сидят. Особенно кто приехал из России, Америка. Вы можете друг к другу присесть. Русские джет-лэг с одной стороны, американцы с другой стороны. И вот так друг к дружке. Помогайте, будете балансироваться. Будет, да? Все в балансе у вас. Хорошо. Восемь качеств учителя. Какой первое? Да, первое. Длинная жизнь. Второе. Красивое лицо. Третье. Высшее сообщество. А четвертое? Что-то я не помню. Да. Пятое. Люди должны слушать вас. Кажется, что это правда. Шестое. Сила. Седьмое. Вы должны к людям относиться равнозначно. Восьмое. Последнее. Это крепкое тело и сильный ум. Когда у людей возникает проблема что-то сделать, у них нет достаточно силы для этого. Может быть, у них нет достаточно энергии. Вот это слово «мечок» — это очень важно для этого всего. А может быть, у них нет времени это сделать. Как Жасмин. Она делает это для них. У вас есть много чего сделать, но нет времени сделать. Вы тогда помогаете таким людям. И это и есть причина для того, чтобы иметь крепкое тело и сильный ум. Мы называем это «чибита». Это как ослик для всех. Вы несете весь этот груз для других людей. И ваше тело будет сильным. И ваше здоровье будет сильным. И вот люди приходят сюда, несут багаж. Пожалуйста, не смотрите на них просто. О, смотрите. О, такая маленькая женщина, несет так много. Пожалуйста, подбегайте к таким и помогайте им. Особенно, когда вы в аэропортах. Это очень прикольно. Пожалуйста, позволь мне помочь тебе. И люди, им нравится это. Это главная причина для того, чтобы иметь крепкое здоровье. Дает ли йога вам крепкое здоровье и сильное тело? Может быть. Может быть. Я помню, я пошел на класс йоги в Нью-Йорке. Я люблю ходить на классы йоги. Говорят, давайте мне занятие какое-нибудь. И я сделал так в Гонконге однажды. Я пошел просто на класс. Я даже не смотрю на расписание. И я просто дал им вот эти гонконгские доллары. И сказал, окей, я в следующий класс к вам приду. Они не разговаривали по-английски. Они так что-то бла-бла-бла-бла-бла-бла. Пенни знает об этом. Кантонистский китайский. Я ничего не понимал, что они говорили. Я сказала, не-не-не, я знаю. А они говорят, я просто деньги им туда накидал. Говорят, хорошо, хорошо. И я был первый в классе. И двери вдруг открываются. И одна женщина заходит. А я думаю, боже, какое странное. Она беременная. И она просто села. И мы их ждем. Другая женщина заходит. Опять очень странное. Опять она была, и вторая женщина была беременна. Еще 10 женщин приходят, и они все беременны. Оказалось, это была йога для беременных женщин. И у меня очень хорошая растяжка была именно вот здесь, в этом месте. Мне было забавно там, весело. В Нью-Йорке я пошел на класс. Я им говорю, я на следующий класс к вам прихожу. Они говорят, это такой восстановительный класс. Я им говорю, а что это такое восстановительный класс? А они говорят, это для людей, которые повреждены. А я им говорю, а как они повредились? А они говорят, на классе йоги. А я им говорю, а что, опять с них деньги берете? Я говорю, вот это прекрасный бизнес. Сначала вы их повреждаете, а потом вы их берете на другой класс, чтобы их восстанавливать. Но некоторые классы действительно повреждают вас на йоге. Это зависит от ваших семян. Мы не знаем. Если вы делаете йогу. Может, у вас хорошие семена, может, не очень. Может, вам потом придется идти на такие восстановительные классы после этого. Ник, мы можем вот с этого и начать. Знаешь, будем еще делать такой восстановительный класс и брать деньги за это. Так что сажайте семена. И тогда делайте йогу. Кто-то спросил меня. Я, можно, просто сделаю семена для йоги и не буду ходить на йогу? Нет. Вам все равно надо продолжать делать йогу. Потому что йога вам даст результат семян. Это означает, что кто-то идет куда-то. И им нужно, чтобы кто-то с ними шел. И вы идете вместе. Они боятся идти куда-то. Они, допустим, беспокоятся, путешествуют в Таиланд. Вам необходимо с ними ехать. И тогда это сделает ваше тело крепким. Это означает, не повреждайте тела других. Это означает, не надо брать массаж у кэнди. Пожалуйста, не надо повреждать людей. Маленький массаж, а столько повреждений. Просто шучу. На самом деле это очень приятно. И чувствуется хорошо. Но на самом деле, так же не давайте другим людям плохую еду. Они приходят к вам домой. Дайте им здоровую пищу. Даже если Геша Майкл к вам придет в дом. И они у вас попросят, дайте мне йоты. А вы им скажите, нет, Геша Майкл, ты не можешь есть йота. Вот тебе зеленый сок. Ужасно. Если вы получаете такое крепкое тело и ум, вот с этими качествами. Подождите, вот так. Если вы создаете эти семена, тогда у вас будет сильная молитва. Вы будете как Атиша, который приехал в Восточную Китай и привнес буддизм в Восточный Китай из Индии. На самом деле он уже был достаточно пожилым, когда он приехал туда. Но у него было крепкое тело. И он еще долго прожил. Я думаю, еще где-то 12 лет он прожил. Вот это означает король дармы 2000 лет назад. Он был король дармы. Очень сильный. Очень здоровый. И он любил дарму. Как король кала-чакры. Хорошо. Вы должны быть очень внимательны к тому, чтобы создать правильную мотивацию, когда вы создаете такую практическую машину. Когда вы сажаете эти семена, у вас должна быть специальная молитва для этого, которую вы используете, чтобы помогать другим людям. Или они вас повредят. Вы получите много денег. Вы будете красиво выглядеть, как Стэнли. Стэнли сказал, как Гешила. Но вы также можете иметь много проблем. Если вы такой соблазительный, как Стэнли, нет, если вы такой соблазительный, как Гешила, вы можете получить много проблем в жизни. У вас много денег. Многие люди с деньгами, они несчастны. Поэтому будьте аккуратны, когда вы сажаете такие семена. Пожалуйста, имейте хорошую мотивацию для этого. Хорошо. А если вы не делаете это с хорошей мотивацией, может быть, вы будете использовать это крепкое тело и сильный ум для плохих дел. Это очень важно с самого начала. Вы можете это начинать сейчас. И какая-то часть кармы и семян раскроется в этой жизни. А какая-то часть ее раскроется в следующей жизни. Но, пожалуйста, делайте молитву для того, чтобы использовать это для хороших дел в своей жизни. Если вы будете делать эти 8 вещей, тогда результат придет к вам. И вы не сможете его остановить. И есть у нас такая шуточка в буддизме. После того, как вы посадили семена, даже Будда не может остановить ваших семян. Вы будете сильнее. И вы будете здоровее. Люди будут вас слушать. Поэтому будьте аккуратны. Хорошо? В английском мы говорим. Будьте аккуратны с тем, что вы желаете. Может быть, это действительно станет правдой. Что позволит вам помнить вашу мотивацию? Мы уже говорили о медитации смерти. И мы говорили об этом раньше. Почему мы умрем? Как мы должны умирать? Я обучал тому, как это ощущается внутри вашего ума, когда этот процесс происходит. Что вы будете видеть в течение процесса смерти. И мы закончили это. Этот предмет в карме. Это в основном людей, кто ниже немножко уровня занимается. Они на начальном этапе только. Это как база знаний. Хорошо? Это важно. Но самая важная вещь вот в этом базовом уровне – это понимание кармы. И понимание того, что произойдет. Понимание семян. Хорошо. Теперь мы достигли новой главы. Она вот так называется. После того, как вы изучаете о семенах знания. А теперь что вам надо делать-то с этим? Как использовать это? И вот такой общий совет. Как использовать ваши семена. И второе. Топ-ши. Может, это топ-ши. Четыре силы. Хорошо? Четыре силы. Как вам удалить ваши плохие семена. Как вы изучаете? После того, как вы изучили о семенах. Многие люди, они вот такие. А после того, как они изучили семена, они приходят к преподавателям DCI. Говорят, «О, я теперь понял про семена. Я понял про ручку. Я понял про мужа на кухне. А у меня теперь проблема. А есть какой-то способ, чтобы убрать плохие семена, которые я раньше посадил? Это называется «четыре силы». Если такой студент подходит к преподавателю DCI, я понимаю то, что вы говорили. А теперь я немножко переживаю. Я понимаю, как посадить хорошие семена. Но прежде чем я пришел в DCI к вам, я посадил много плохих семян. Есть способ, чтобы их убрать. И вот он будет об этом рассказывать. И в течение образовательного процесса своего, в течение медитационного процесса подумайте о принципах кармы. И есть такая короткая медитация, мы сделаем. Она у вас есть в пособии, с картинкой там. Мы сделаем эту медитацию. Это утром. Вы ее делаете утром, прежде чем пойдете на работу. Вставайте за полчаса раньше, чем вы привыкли. Сделайте медитацию. Но они говорят вот так. Между медитациями есть сложное время. С вашей семьей. Может быть, на работе. Очень сложное время, когда вы помните о своей карме. И они говорят, есть особый метод. И был такой геши тысячи лет назад. И вот есть слово для геши. Здесь мы выделяем его. И тысячи лет назад вот этот геши. И его звали просто Бен. Геши Бен. И у него была интересная система. Он обычно носил много камушков с собой. Я думал, что у него джинсы были. И сзади в карманах он клал такие камушки, такие смешанные, черные и белые. И в течение дня, если он, допустим, разозлился на Стэнли, да, это ты дурачок. Он говорил, о-о-о, подожди-ка. Брал черный камушек и клал его в передний карман. С правой стороны. А он, если говорил, что-то чудесное для Виви, ты такая чудесная, Виви. Он опять снова доставал камушки из заднего кармана, белый доставал и в левый карман клал в передний. И весь день вот так он доставал камни туда-сюда и перекладывал их по разные стороны карманов. И в конце дня он доставал сколько черных камней в правом кармане и сколько белых камней в левом кармане. И мы можем так же быть. Вот то же самое, пожалуйста, можете в своем телефоне это делать. Допустим, приложение, может, кто-то такое изобретет, черные камни, белые камни. И в конце дня, пожалуйста, проверяй, чего вы больше положили в свой телефон, белых камней или черных. Хорошо. И есть еще Лама Шантидева. Шантидева из Индии. Он жил в то же время. Джад Санкапа. И он написал прекрасную книгу. И он сделал две версии этой книги. Это поэма. Все проблемы в нашей жизни происходят из наших плохих семян. И вы должны подумать, как мне избавиться от этих страданий в своей жизни. в течение дня и также вечером. Подумайте, как я могу избавиться от этой проблемы. DCI преподаватель. Пять вещей. Первое. Финансовая независимость. Второе. Хорошие отношения. Хорошее, здоровое, здоровое тело. Четвертое. Спокойное сознание. На самом деле они постоянны. Не постоянны. И вы можете создать много денег. У вас прекрасный, красивый дом. Вы можете купить хорошую машину. Прекрасную одежду. И позже. Есть такая шутка. Они найдут нового владельца после того, как вы умрете. Это большая проблема. Вы можете остановить смерть. Есть ли способ остановить смерть? И это цель Ламрима. Для нас и для других людей. И это возможно. Хорошо, это возможно. Они вас не учат в школе этого. Они не учат этому в университетах. Но это самые важные вещи. Вы можете остановить это. Собачек-встреча. Я что-то такую странную вещь услышал сегодня. Что? Вот эту штуку ты можешь использовать как ручку. Вот это хорошее. Я услышал, что мы можем пользоваться этой как ручку. Просто чего-то писать. Вот это дурацкая идея. Почему? Я никогда не видел, чтобы мы могли вообще что-то писать. Я никогда не видел человека, который не умирал. Я никогда не видел человека, который не умирал. Конечно, вы не видели. Собака. Я имею в виду, что у нас нет семян. Когда вы близки к тому, чтобы не умереть, вы тогда увидите этих существ, этих людей. Они везде. Но у нас нет достаточных семян для этого. Мы не видим. Не говорите, что это невозможно, потому что вы не видели этого. Это невозможно, потому что я это не видел. Понимаете? Не будьте глупенькими. Мой учитель говорил. Я никогда не видел человека, который не умер. Он так. Он говорил, много вещей, которых ты не видел, Женя. Он мне всегда так говорил. И корни хороших вещей – это хорошая мотивация. И корни хорошей мотивации – это понимание кармы, как все раскрывается. Первая работа – это понимание кармы. И вторая – это быть очень аккуратным. Помните об этом весь день. У нас есть ретритный центр. У нас есть, ребята, фотография. Ретритного центра Алмазной горы. У нас прекрасный, красивый в Америке ретритный центр. И большая группа там сделала трехлетний ретрит. Эти люди изучали это все много-много лет. Прежде чем они начали трехлетний ретрит, я обучала их 14 лет. А они 14 лет должны были приходить на мои классы. И тогда я им позволила сделать трехлетний ретрит. И очень хорошо обученные Будды. И в нашем университете, в ретритном центре. Можете сказать, многие люди обсуждают разные вещи. Стэнли, вот. Вот такие наши фотографии. Вы можете приехать. Красивое место. Я думаю, что самое красивое место в Америке. Очень хорошее место для медитации. Очень тихо там. Можно вернуться назад? Вот это вид из моего домика. Красивое место. Но это странное место. Когда люди разговаривают. Эй, Стэнли. Думаешь, что я видел? Дженни Уон. О, Боже. Вот так. Многие предложения не заканчиваются. Почему? Потому что, если вы начинаете обманывать, попытайтесь следить за тем, что вы говорите. Ты знаешь, что Дженни Уон сделала сегодня? Это очень странно, приезжать в наше место. Многие люди разговаривают в кафедерии, они разговаривают и раз, и закрывают вот так рот, рука. Они должны остановить плохую карму. Когда они уже начинают создавать плохую карму, вам нужно быть вот такими. Немножко шизофрениками будьте. О, Стэнли. О, я думал, что... Хорошо. Вот это хороший знак. Потому что это означает, что вы останавливаете себя. Вы контролируете себя. Понятно? Даже если вы в процессе середины критики кого-то. Вы знаешь, что ты даже не поверишь, что Дженни Уон сделал. Он мой муж... Понятно. Пытайтесь останавливать это. Хотя бы на полпути. Закройте свою дверь. Может быть, вы так будете, я не знаю. Но вот так. Хорошо. И даже если вы создали уже плохое маленькое семя, пожалуйста, сразу же удаляйте его. Делайте четыре силы. Четыре силы – это особенный метод, который останавливает карму плохую. Чинзон у нас... Чинзон, где ты? Ты есть здесь? Тебе есть? Принести. Можешь принести это сейчас? Кто это? Банка у нас есть такая особенная. Можешь принести ее? У нее есть одна, я знаю. Она вот ищет ее. Может быть, кто-то пользуется сейчас ей? А, они на улицу побежали. Не пойди, пожалуйста. И... Нагарджуна написал несколько писем королем. И они очень красивые письма-советы. На самом деле, вот Ник будет учить Нагарджуну. Правильно? Когда? Это будет вторник в обед. Нагарджун – наиболее известный учитель из Индии, буддийский учитель. Они его называют Тарым Буддой. Спасибо. Я держу, да. Я написал вот эту строку. И если вы в прошлом сделали ошибку, но позже вы более внимательны. Хорошо, давайте так. Вот давайте у вас плохая привычка. У вас есть привычка выпивать. Вы выпиваете алкоголь. Или вы едите очень много мяса. И это плохая привычка. И вы начинаете бороться с собой. И финально, может быть, вы останавливаетесь. И Нагарджуна говорит, вы наиболее прекрасный человек, который даже никогда не пил алкоголя. И он дает пример для этого. Он говорит, что Луна на небосклоне прекрасна. Но если Луна закрывается облаками, и когда облака начинают двигаться, и вы начинаете видеть опять, как Луна выходит из-под облаков, она более красива. Это означает, что вот эта плохая привычка, это как плохие вот эти облака, закрывающие Луну, и вы боретесь, 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 и вы изменяете привычку. Вы более прекрасный человек, который никогда не имел такой плохой привычки. Я чувствую себя счастливчиком. У меня было много плохих привычек. Я буду более красивым позже. Хорошо? И он дает раз, два, три, четыре примера. Гал, это имя... Здесь он говорит Гал, это его имя Нанда. И он был младший брат Будды. И он был... У него была привязка к сексу. И на самом деле, если бы он сейчас жил, он бы постоянно в интернете посидел из-за этого. Он не мог остановиться. Он пытался, пытался, пытался. И позже он стал... Он очистился. И он более прекрасный человек, чем тот человек, который не был привязан к этому раньше. Ангули мало. Ангули мало. Ангули означает палец. И он встретил плохого учителя. И он ему сказал, если ты можешь убить тысячу человек, отрезай такой палец. И повесь эти пальцы на ленту. И ты так достанешь Будды. Он просто встретил плохого учителя. И он 999 пальцев отрезал у людей. И у него остался один последний палец привязать на эту ленту. И это был... У него встретился Будда. И у него был такой нож, знаете. И он стал отрезать эту пальцу Будды. А Будда стал двигаться. Очень медленно. Ангули мало. Мало это вот означает вот эта лента. И он бежит за Буддой с этим ножом. А Будда очень медленно двигается. Ангули мало. Бежит прям за ним. И никак не может его поймать. И получается, что он все время один инч за... не достает Будду. И Будда еле-еле двигается. Очень медленно. И финально Агулли Майла говорит, ты вообще кто? И Будда ему сказал, ты сделал ошибку. Это неправильное движение к буддизму, к Буддовости. И даже если он сделал такую ошибку, если он убил 999 человек, и он стал прекрасной луной, и дальше вы, ребята, будете изучать историю колеса жизни, которую перекочевала Бурбудур. И там были два короля, Бер-Бесар и Удаян. И они оба были убиты своими сыновьями. Бер-Бесар Аджажа-Шатру, его сын, он убил своего собственного отца. И он почти стал Архатом в этой жизни. Он в этой жизни тогда стал Архатом. И был еще один, который убил свою мать. Он хотел, чтобы у него был секс с чужой женой. А его мама сказала, ему нельзя так делать. Она пыталась его остановить, и он убил ее. Хорошо. И он тоже стал Архатом. И он использовал четыре силы. Это, знаете, такая реклама для четырех сил сейчас была. Нагарджунская реклама для четырех сил. И лама теперь говорит про четырех сил. И завтра. Подождите, когда мы делаем подношение огню в среду? А когда Джетсон Капа у нас? Четверг? А, вторник. Хорошо. Так. Значит, у нас в среду будет подношение огню. Три огромных подношения огню. Эта традиция две тысячи лет назад уже была создана. Я обучился ей от моего учителя. Это мне примерно дало двадцать лет. Времени. Я очень много служил ему, готовил для него. Я чистил туалет ему, когда это была церемония. Я делал всю грязную работу. Но я все время подглядывал за ним. Шпионил. Как он делает эту церемонию? Я помню первую, которую он сделал тогда. пепел, который выходил из этого огня, он сжигался. И вот эти маленькие кусочки, они все еще продолжали гореть. И он пришел вот так вот и в воздух кидал. И она упала одна на мою руку. И я подумал, «Ой, это сжет мне руку. Пожалуй, оставлю это пока тут». И у меня есть шрам такой здесь небольшой. Я помню вот это благословение первого подношения огня. Хорошо, не важно. Я запомнил, как это делать. Я изучил это. И мы это сделаем вместе. И самая главная цель этого всего это очистить плохие семена. И у нас разные семена. И мы кидаем их в огонь. Можем делать это вместе. Мы будем делать это вместе. И это хороший способ сделать четыре силы. Но это дорого. Это на самом деле долгое время нам нужно, чтобы все это собрать вместе и сделать приготовление. Для этого примерно 10 дней на это нужно. А вот сжечь это все три часа всего. а приготовление 10 дней. И я хотела бы благодарить Чензон сейчас. Это очень прикольно в течение подношения огня. Это церемония сделать четыре силы. перед средой. Запишите свои самые ужасные и плохие действия, которые вы совершили на листке бумаги. И принесите это на церемонию подношения огней. И вы можете поднести это огню. Давно-давно в жизни что вы сделали. Подумайте. Возможно, когда нам 16, мы делаем такие ужасные глупые вещи. Сейчас вы можете очистить их. Есть еще одна очень прикольная традиция, которую мой учитель обучил меня. Он сказал, что вы можете каждый день делать такое подношение огню. маленькая. И Жасмин и ее команда и Чинзон они приготовили вот такую коробочку для каждого. И они обучат вас, как ей пользоваться. И вы можете понести ее с собой. И вы можете сделать такое очищение каждый раз везде. И я вас обучу этому завтра. Но пожалуйста, не делайте это в гостинице в комнате. Пожалуйста, идите на балкон. Хорошо? Потому что у вас там зазвенит звонок пожарный. Вы будете четыре силы удалять, а получите у вас весь стафф отеля прибежит к вам. Сейчас мы коней меняем. Вот этот конь уже устал. Мы должны поблагодарить Станлин. Я вас завтра обучу этому. Очень прикольные много вещей там внутри. Мне очень нравится, что у нас есть такая вещь. Вы можете с собой ее возить. Можете делать подношение огню дома. Давайте дальше еще немножко сделаем. Итак, Атиша. он был очень хорош в том, что он делал четыре силы мог делать. И он прошелся через весь Восточный Китай. 12 лет это у него заняло. и он ехал на коне. Он проехал на коне и у него были плохие мысли. О, Господи, этот Ник, он такой дурак. О, Господи, я сделал ошибку. Я сделал плохое, семьи создал сейчас. И он останавливал лошадь, сзал с нее и брал вот эту коробочку. И прямо там же, вот сейчас же, немедленно, он делал такое подношение огню и сжигал плохие семена. Можете, знаете, это в самолете попробовать так сделать по дороге домой. Не ждите, когда вы домой доберетесь. Потому что семена-то размножаются у вас, удваиваются. И Атиш это останавливалось свою лошадь. И его все ученики были. Вы можете подождать, когда до дома даете. Не, 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 я уже 24 часа собираю интерес. Я хочу остановить это все сейчас. Я хотел бы вам рассказать историю о нем. Он был совершенно потрясающей ламой в Индии. И люди приглашали его в Восточный Китай много-много раз. И однажды они немножко подшутили над ним. Он приехал в Китай в Китай. у него было тысяча студентов. И он привез одного ассистента с собой. И это был самый ужасный студент, самый глупый, самый неуважительный, самый ленивый. в Китай. И тогда у тебя тысяча студентов. «Зачем ты такого привез с собой?» А он сказал «Это моя медитативная практика для терпения». Он мне делает «Я каждый час раздражаюсь и расстраиваюсь из-за него. И я тренируюсь на нем. И я все время становлюсь сильнее». И они вместе очень много путешествовали. А Тиша пытался выучить тибетский. И однажды ему в обувь попал камушек в ботинок. Он остановился, пытался вытащить камушек. И тибетцы говорят «А что случилось?» Он сказал «У меня там камушек в ботинке». Но он не знал слова «камень». И он сказал «Пабонг». И вот лама, который написал эту книгу, его имя Пабонга. Потому что его монастырь был выстроен на огромной скале выше, чем этот отель. Пабон означает огромный камень. Вы можете даже дом выстроить на таком огромной скале. Он сделал ошибку тогда, и он неправильное слово использовал. «У меня есть Пабонга в ботинке». и все тибетцы стали смеяться. «Ха-ха-ха». Он сказал «На маленький камешек Пабонг». И он посмотрел на них на всех. Вот так посмотрел. А теперь я могу этого студента отправить обратно в Индию. «Теперь у меня есть новые люди, которыми я не имею терпения. Не будьте такими, хорошо? И эта лама рассказала такую историю. Итак, много лет назад в Тибете вдруг с неба упала книга. Первая сутра, которая пришла в Тибет, упала с неба. Они так говорят, я не знаю. Но сутра вот так называлась. печать на то, что делать и что не делать. И люди стали изучать, они даже не понимали, что там написано. Они просто учили это. И они изучали, как говорить это. Повторяли это просто. И один парень выучил это. и позже начал какой-то плохой бизнес. Он создавал дарма книги и продавал их только за деньги. Хорошо. Он даже ему было все равно, что там было написано. Он просто хотел заработать денег. И он обманывал многих людей. продавая вот эти книги дарма. И после того, как он умер, он попал в ад. И в аду там есть босс ада. Называется Шинджи Че. Называется лорд смерти. И там была книга. И этот лорд смерти у него была книга. что ты сделал. И вот когда этот попал в ад лорд смерти открывает книгу смотрит тут написано, что ты обманывал людей. Ты продавал книги дармы и обманывал их. А он говорит я? Нет, я никогда этого не сделал. Я даже вообще не представляю о чем ты говоришь сейчас. И король смерти у него особенное зеркало есть. И он показывает вам. И там такое видео начинает проигрываться. Что ты делал в своей жизни. И он играет это видео вам. Что люди покупали книги. Один парень даже не имел денег. Он сказал у меня нет денег. Но у меня есть мешки с бобами. Я тебе могу дать мешок с бобами. И лорд смерти говорит помнишь такой вот парень с мешками бобов. Помнишь что после этого случилось? Вот этот мешок он разорвался с бобами. И бобы везде упали. и дети стали собирать эти бобы. Очень особенно. Он особенные места показывал что он сделал. И парень говорит ой извини я обманул. Он сказал хорошо. Мы тебя сейчас посадим вот в этот огромный котел и это будет наказание. Котел с горячей водой говорит оооо все что пришло в его сознание он запомнил эту книгу Дарма которую он писал. Как знаете последняя фраза в пустоте. вы можете запомнить ее на санскрите китайский язык мы будем это делать здесь начиная с завтрашнего дня или послезавтра мы научим вас петь это вы будете на китайском если захотите это делать на санскрите Николь Эрин эти ребята вас научат этому хорошо почему что случилось тогда все-таки с этим парнем они стали его сажать в этот огромный котел где просто даже от жара растворялся металл он так боялся и все что тогда в его сознании было это вот это вот предложение эта фраза и он стал петь и все сразу вдруг исчезло и он попал в эту жизнь вот в эту сферу такой господи слава богу это хорошо знать мы научим вас этому хорошо знать этого если у вас большая проблема если у вас допустим авария машин или вдруг самолет падает однажды мой самолет падал и пилот сказал у нас есть проблема самолет вот так был я стал вот так да я знал что делать у вас есть такая экстра молитва пилот когда вы попадаете обратно в этот мир и его лама сказал ему скажи стольким людям скольким ты сможешь сказать что с тобой случилось хорошо вот поэтому у нас такая была история по крайней мере вам надо запомнить вот эту последнюю фразу о пустоте вопросы у вас есть ребята микрофоны микрофоны мы завтра вам дадим эти коробочки да хорошо спроси босса она босс любой вопрос не все равно у нас есть 20 минут дорогой это огромная честь вас снова увидеть я надеюсь что вы не возражаетесь я буду говорить на английском у меня два вопроса в моем понимании мы приехали вот на этот тайский ретрит чтобы посадить семена и самая важная вещь по поводу создавания семян это наша мотивация и наша мотивация например может быть чтобы удалить плохие семена чтобы посадить хорошие семена и я изучила это великого учителя чтобы понять пустоту я думаю возможно вы можете дать нам какие-то советы какая мотивация должна быть чтобы мы осознавали ее во время вот этого тайского ретрита чтобы у нас было водительство какое-то это первый вопрос давай я сначала отвечу на первый вопрос ослабься расслабься я помню китайском теперь задаю свой вопрос и так в монастыре они всегда нас обучают что у вас должна быть хорошая мотивация вы знаете да прежде всего чего бы мы не делали в монастыре у нас должна быть определенная молитва вот такая мы делаем вот эту молитву мы говорим о том что для всех живых существ я делаю это сейчас и мы это так много говорим это уже становится шуткой даже например нам нужно работать на кухне допустим нам надо помыть горшки или допустим у нас мы делаем тибетский чай готовим примерно 200 человек 2000 и на самом деле горшок такой огромный как размер этой сцены понимаете вот такой один горшок только и когда вы это чистите вам необходимо вам нужно забраться на этот горшок и вы его чистите вот так примерно если у вас плохие шуточки они до сих пор будут грязны и они смеются вы сделали для всех живых существ так это значит что вы даже не думали зачем вы это сделали потому что в монастырях обычно люди делают монахи делают молитву даже не думая зачем просто так читают вот так вот я могу делать одну часовую молитву даже не думая что я делаю мы все время говорим о помоги всем живым существам помоги всем живым существам а на самом деле как помочь этим существам должна быть мотивация для этого мы можем сделать что-то с мотивацией или без нее например если вы изучаете диссиа и третий уровень чтобы получить отношения например вы хотите найти своего мужа или жену или вы хотите посадить своего мужа или жену и мы говорим нам надо сделать 4 шага первый шаг правильно что вы хотите я хочу посадить семья для жены или для мужа я хочу быть как питер или скот хорошо я хочу посадить семья для жены или мужа второе найдите своего кармического партнера найдите своего кармического партнера мы говорим пойдите в дом престарелых найдите бабушку и помогайте ей раз в неделю хорошо третий шаг отведите ее в кино раз в неделю 1 час в неделю четвертый шаг пожалуйста полите свое семя как полить семя кофе медитация прежде чем идти спать подумайте о хороших семенах и эта система была рассказана мастером Васу Бандхум 1700 лет назад и мотивация она может быть два разных способа для мотивации например когда вы идете в ее комнату и вы открываете дверь за ручку беретесь чтобы посетить эту бабушку вы можете подумать я сажаю семя для своего будущего мужа или своей будущей жены и это правильно это истина это хорошая истинная мотивация но она только для вас или вы можете иметь более высокую мотивацию я хочу помочь людям как если я буду делать эти четыре шага если я найду своего прекрасного мужа или жену тогда что ваши друзья скажут вам что это за ночной клуб что за сайт там есть больше таких они вас спросят об этом и вы скажете а я вообще ты не встретил в ночном клубе его я не использовал никаких веб сайтов это дом престарелых я в дом престарелых хожу ваши друзья скажут так молодо выглядит и вам нужно сказать не 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 вы не понимаете я сделал четыре шага в доме престарелых и семя раскрылась и мой муж пришел ко мне или моя жена пришла ко мне и тогда ваш друг попытается и тогда друг друга попытается и тогда друг друга друга также будет попытаться это сделать и будет пытаться делать четыре шага получить то что они хотят это вы будете автоматическим вирусом это будет вирус пустоты это будет распространяться других людей автоматически, и на самом деле вы будете также помогать пожилым людям, не так, чтобы вот бла-бла-бла и молитвы читать. Нет, это не помогает людям на самом деле, а вот использовать четыре шага для себя, это помогает другим людям автоматически. И если вы счастливы и успешны, когда вы используете карму, люди будут вас копировать, и вы начнете вирус. Я хочу вам дать пример. Не знаю, несколько лет назад я был в стране, которая называется Норвегия, и вот крестьян из этой страны, может быть, он был на том же тренинге, я не знаю. Я тогда еще учил в йога-студии, и один молодой человек задал мне вопрос. Гешла, как мне найти подругу в себе? И я ему рассказала об этих четырех шагах. Первое, я хочу подругу. Второе, найти кармического партнера, пожилого человека в доме престарелых. Третье, отведите его в кино раз в неделю. Четвертый шаг. Будьте счастливы. Хорошо? Вечером. Будьте счастливы по поводу семян, которых вы посадили. И вот он мне через несколько месяцев написал письмо. Он говорит, Гешла, это сработало. Я не помню, к сожалению, его имя. Но он был так счастлив. Он сказал, это работало. И тогда его друг попытался, его друг друга, и друзья друзей, и друзья друзей друзей. И позже он мне прислал видео. Я так рада, что крестьян здесь, потому что мы не знаем, что там говорится в этом видео. Вот что. Это реклама. Они показывают рекламу телефонной кампании в Норвегии. Они предлагают особенный подарок. Называется «Два для одного». И только один человек в этой комнате понимает, о чем это все там говорится. И просто подумайте, о чем это видео может быть. И я думаю, что я отвечаю вам на ваш вопрос. Мотивация. Которые вы приехали в Таиланд. Мы хотим извинить весь мир. И в этом видео вы можете увидеть, что это работает. Давай, Скотт. Назважно, я был на кино, с лучшего сельского моего я думал. Мы взорвали на активный центр. Мы были зашли молодые люди. Сюркзак! Я была рад, потому что некоторые бы сказал, что они не хотели. Это было много лет, ни с Норвеги. Я сказал, что они не хотели. Вы были выразили на рост? Да, это ужасно, очень ужасно, если бы мы были вместе с кином. По кином? Как в мире надо делать по кином? Я уже 80 лет. Это была сестая раз ты был на кином? Да, это было много лет с кином, но это было меньше и меньше. Это был опыт для нас, которые смотрели. Да, это было очень много. Они были очень рады и таксами. О, это было очень круто! Они были встречи и крамы. Я испытывал что-то, когда они были 86 лет. И для того, чтобы получить хороший кавалер, это было такое ощущение, как мы делали в детстве. Она попросил меня и сказал, что я не хотел с кином. Кавалерин взялся, и так он был в руках и кином. И тогда я увидел, что это было старт. Прикольно? Это есть мотивация. Не сидите в монастырях и молитесь. Я хочу помочь всем людям. Вообще-то вы можете сделать это. Изучайте четыре шага, используйте его. И, конечно, люди будут копировать вас. Если вы будете успешными, будут люди копировать вас. И этот вирус будет распространяться. И в Норвегии. Я думаю, что это телефонная компания. Правильно, Кристиан? Они оплачивают два билета, если молодой человек отводит пожилого человека в кино. Один человек начал этот вирус. Дарма вирус. Хорошо? И если вы делаете что-то очень хорошее и делаете молитву в своем сердце, это будет распространяться. Если вы счастливы и вы успешны, если вы приедете из Таиланда и вдруг неожиданно станете супер счастливым человеком, конечно, ваша семья скажет, что там пил в Таиланде. Вы можете сказать специальное пиво, называется четыре шага. Хорошо? Это и есть мотивация. Второй вопрос. Вы можете дать мне шанс? Очень быстро. Я дам очень быстрый ответ. В вашем учении на седьмом уровне. Я ощутил, что мой учитель больше дает мне сил, энергии и мои сильные семена начинают прорастать. Но вчера вы нам рассказали, чтобы мы записи делали определенные. Что это означает на самом деле? У меня есть один совет. Извините. В традиции Ламрима вам надо делать заметки. И вам нужно посмотреть их два раза перед тем, как вернуться. Но у нас есть Джейми и Knowledge Base. И он делает видео. И так звучит, как будто Джейми делает заметки для всех. Для людей, которые делают пометки записи, для них соединение с учителем лучше, сильнее. А может быть у кого-то сильнее соединение, когда они просто смотрят на учителя и у них тогда сильное соединение. Мой совет, особенно если я в классе, я сонный и у меня джетлаг, я обнаружил для себя, что лучше записывать, тогда я остаюсь, не засыпаю. Но если у вас лучше соединение с учителем, когда вы не записываете ничего, не смотрите вниз, а просто смотрите на учителя, я понимаю. Тогда мой совет вам просто посмотрите еще раз видео на Knowledge Base. И второй раз просто запишите. А третий раз просто наслаждайтесь. Хорошо? Традиция? Традиция это сделать три раза так. Тогда этот учитель становится частью вас. Еще один вопрос. Пожалуйста, только не обманывайтесь. Это не честно. Это не мой вопрос. Обычно он говорит, это не мой вопрос. Это вопрос онлайн. Где эти люди? Я не понял. Из Бейджина. Из Бейджинга. Что я могу сделать для того, чтобы избежать вины, когда это не было моей виной? Я изучал книги. Я изучал книги. Я изучал эти книги примерно 15 лет. 50, наверное. И на самом деле я просто сумасшедший по поводу этих книг. И я не могу остановиться читать их даже в аэропортах, в автобусах и даже в туалете. Я не могу остановиться. Я не могу остановиться. Уже примерно 50 лет. Я действительно очень люблю эти книги. Я просто ненормальный. И у меня никогда не останавливался это ощущение. Я много-много книг читал. И все эти книги более двухсот с половиной тысяч лет. Такого нет слова в буддизме для чувства вины. Нет такого слова, как обвинять себя. Понимаете? Нет такого. Не существует. Вам не нужно об этом думать. Много-много людей так делает. Я плохой человек. Я не могу остановить плохие привычки. Я иду в класс дармы. Пришел домой. Опять у меня плохая привычка моя повторяется. И снова один час я это делаю. Я безнадежен. Я действительно очень плохой человек. Все это моя вина. С того момента, как я родился, все время делал плохие вещи. Это такое ощущение? В буддизме этого нет. Оно не существует. Я уже 50 лет проверяю все эти книги. Нету слова для этого всего. Не обозначается. Вам нужно быть сильным. Вы сделали ошибку. Вы сделали ошибку. Я порой делал одну и ту же ошибку. Я давал себе обещание. Я говорил своему ламу. Если я сделаю ошибку, я скажу своему ламе. Первый раз я пришел к своему ламе. Лама, мне нужно тебе кое-что сказать. Я хочу сделать четыре силы. Он говорит, хорошо, делай. И я ему сказал, что я сделал. И он говорит, ужасно. Он говорил, извини. Хорошо, делай четыре силы. В следующий день приходил. Возвращался к нему. Лама, я должен тебе кое-что сказать. Что случилось? Я опять эту плохую привычку повторил. Он говорит, господи, это даже хуже. И через четыре под дней я приходил к нему в комнату. Он говорил, да-да-да, я помню, уходи. Ты там внизу это сделай, пожалуйста. Но он говорил, не чувствуй себя, не обвиняй себя. Просто очисти это. Просто, если ты пролил кофе. Но ты же не встаешь. О, я плохой человек. О, господи, я пролил кофе. Это не помогает ничему. Просто возьми и вычисти. И сделай четыре силы. Я думаю, что у меня есть запись, как нарушать четыре силы. Я вам скажу почему. Однажды я делал четыре силы в своей комнате. Я помню ручку. Да, я сделал плохое семя создал. Да, я очень завидовал одному студенту. Я не сделаю этого больше. Но я так вообще завидую ему. И все. И меньше, чем за минуту я все нарушил опять. Мне кажется, я должен быть в книге рекордов. Прежде чем я сделал, вообще завершил четыре силы, я нарушил четыре силы. Ну, просто почисти это снова. Хорошо? Не надо сидеть, я плохой человек, я плохой человек. Это очень плохая тоже карма. Хорошо? У вас экстра проблема создается тогда. Просто скажите своему ламе, я сделал ошибку. Но тогда ваш лама будет еще больше уважать. Если вы скажете, я совершил ошибку. А люди, которые не говорят о своих ошибках, вот они в проблемах. Просто попытайтесь. Хорошо? Просто скажите, слушай, я сделал, совершил ошибку. Извини. И все. Пять минут назад, я извини, я сделал ошибку. Это лучше. Боритесь с этим. Не будьте такие вот, знаете, я плохой человек, я сделал ошибку. Не будьте вот такими. Я вам сейчас смешную историю расскажу. Моя лама давал тантрическую инициацию. И перед тем, как он давал тантрическую инициацию, он должен был нам объяснить тантрические обеты. Например, на 19 обетов для буддийской семьи, и учитель нас обучал этому. Он закончил их. Ну все. Теперь давайте делать инициацию. И одна женщина спрашивает, извините, лама, а что вообще произойдет, если вы нарушите эти обеты? О, вы самый низший уровень попадете на очень-очень долгое время. Она говорит, а это легко их нарушить? Да, вы можете десять раз в час это сделать. Она говорит, а тогда вы зачем нас учите этим обетам? Лучше не надо тогда нас обучать этим обетам. Мы все же в ад попадем. А английский у моего учителя был не очень хороший. И я пытался ему объяснить. И он такой, что? Она говорит, зачем вы нам эти обеты даете? А почему нет? Потому что мы все равно попадем в ад. А он говорит, а я не понимаю. Я не понимаю, что все в этой комнате попадут в ад, Ринпоче. Потому что ты нас сейчас тантре обучаешь. Он говорит, да-да, я понимаю. Не-не, это не так. Он говорит, все все равно попадут в ад в любом случае. А вот вы когда попадете в ад? И когда вы встретитесь со своими друзьями в аду, у вас будет обсуждение. Как ты-то попал в ад? О, я убил кое-кого. Я украл деньги. А ты-то как попал сюда? А я не такой, как ты. Я просто нарушил обеты свои тантрические. Понятно? Ну вот так. Вина. Не попадать в ад. Плохой человек. Вам нужно гордиться в аду. Я просто нарушил свои буддистские обеты. Я не так, как вы все другие. Понимаете? Я вообще-то был буддистом. Я просто нарушил очень большие обеты. Серьезно? Нету места, чтобы быть вот таким. Люди, которые постоянно себя обвиняют во всем. Я плохой человек. Все проблемы мира – это из-за меня. Это правда. Но как-то сделайте что-то с этим. Вы знаете как. У вас есть четыре силы. Используйте четыре силы. В следующем году я хочу видеть, что у вас все исправлено. Потому что вы каждый день используете это. Хорошо? Не надо быть таким. Не надо постоянно обвинять себя. Отпустите. Вот после того, как вы сделаете четыре силы, эта карма закончилась. Все, вы свободны. И Будда говорил, вы просто необходимо забыть об этом. Делайте хорошее подношение к огню. Уберите семена. Перестаньте об этом говорить. Я плохой человек. Я опять это сделал. Снова и снова. Все закончилось. Если вы будете продолжать об этом говорить, это значит, что вы не верите в силу четыре силы. Делайте четыре силы. Отчистите вот это вот разлитый кофе и двигайтесь дальше в своей жизни. Отпускайте. Хорошо? Будда так сказал. Делайте. Давай. Давай. Она будет с вами заниматься по подношению мантры. Мандалы Мандру читать Вот тот домик, который вы видели На фотографиях, когда вам показывали Ретритный центр Это ее домик Она там жила Три года Вот сражалась вот здесь В медитациях Мне нравится ее Домик для медитации Вот этот Она три года тут провела И вот когда я теперь приезжаю туда Я в ее домике живу Потому что энергии Такие там классные Она будет в среду Вам преподавать Добавляйте Добавляйте